Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На проекте нововведения организаторы реалити-шоу у всех участников телепроекта Дом-2 собирают телефоны. Этот эксперимент продлится две недели. Некоторые поклонники переполошились не на шутку, особенно те, кто эфиры не смотрит, а только читает новости в соцсетях. Но продюсер Алексей Михайловский всех успокоил. Он написал, «Телефоны у участников будут выключены практически весь день, за исключением одного часа, с пяти до шести часов вечера, и включены после часа ночи. Так что будем ждать от участников ночных новостей». Подтвердились слухи про Андрея Черкасова. Он действительно улетел в Таиланд не один, а с девушкой, которую планирует привезти на телестройку. Ее зовут Анна, и большинство фанатов считают ее клоном Вики Романец, настолько она похожа на нее. А новая участница Алиса Кошелева, которую отобрал для себя Коля Должанский на кастинге, уже наигралась в Дом-2. «Друзья, я хотела стать популярной и вляпалась. Я ухожу отсюда, боюсь чокнуться. И не смотрите это, пожалуйста». Саша Гозиас разошлась с Костей Ивановым. Ей вообще не везет с мужчинами, на проекте. Ее отношения длятся от нескольких дней до нескольких месяцев. Вот и Костя отказался от нее и даже выкинул ее вещи. Гозиас рассказывает, «Мои вещи сегодня были вместо салюта. Мы не сможем быть вместе. Я такая, и меня не поменять. Ему нужна девушка-прислужница. Я так не умею и не хочу». Некоторые фанаты считают, что все дело в том, что Саше Гозиас приглянулся Семен Фролов, который стал участником проекта. А некоторые уверены, что скоро на проекте появится ее бывший муж. Популярный рэпер Вова Гауди отправляется на гастроли в Тулу в компании с Катей Гужвинской. У ребят снова романтический период в отношениях. Вова пишет, «Мы с Катей вообще ничего не понимаем. У нас весна, поцелуи, обнимашки и постель». А Катя призналась в плохом поступке. Оказывается, это она подкинула Вове пудру в ящик с его вещами, чтобы отомстить обидчику. «Она извиняется. Очень глупо и некрасиво было так обманывать вас, дорогие подписчики. Больше не буду». Денис Козлович вернулся из отпуска с Питера и рассказал о своих симпатиях. С бывшей девушкой Аленой Юдиной ему точно не по пути. А вот преподаватель танцев Наталья Бичан очень близка ему по духу. Также он выделяет Катю, король. Денису с ней интересно. Их общение порой длится по два часа. Расскажем вам немного свежих новостей от Татьяны Владимировны Африкантовой. Как вы помните, она с Мариной вернулась в Москву и организаторы уже велели им вернуться на поляну. Африкантову старшую преследует идея организовать дом 3 для тех, кому за 40. Она пишет, «Согласитесь, было бы интересно смотреть на взрослых мам и пап. Спонсоров найти можно, благо в Дубае много бизнесменов». Бывшая участница проекта Элина Камерен впервые рассказала о своем расставании с Сашей Задойновым. «Оказывается, прекращение отношений они даже не обсуждали, он просто взял и ушел», рассказывает Элина. «Они живут в разных городах, она в Москве, он в Ярославле». Задойнов навещает Элину с дочкой Сашей, но он не особенно помогает, как говорит Элина. В марте всего 30 тысяч выделил, а на фоне огромных трат и запросов Элины, его помощь действительно выглядит очень слабой. Ну а более подробно о расставании Элины и Саши смотрите в нашем спецвыпуске новостей. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!